День светофора В пригородном на терминале жижного природного газа пришвартовалось южнокорейское судно Кей-Жасмин. Идет незаметная для постороннего глаза работа. Отгрузка юбилейной партии СПГ. В римской системе чисел для цифры 500 был введен особый символ. И вот для компании «Сахалинская энергия» сегодняшняя партия также является символической. Это 500-я стандартная партия сжиженного природного газа. За этим стоит колоссальная работа. Менеджер по планированию отгрузок СПГ «Сахалин Энерджи» Михаил Кунин говорит, что за 500-е партии стоят колоссальные усилия. А еще производственные рекорды. Например, сократилось время швартовых операций и погрузки газовозов. Три с половиной года назад, когда отгрузки нашего сжиженного газа только начинались, это время занимало порядка полутора суток. Сейчас это время сокращено до 27 примерно часов. Это огромный операционный прогресс. Семь стран, 25 портов. Такова география рейсов из пригородного. Большая часть газа уходит в Японию, примерно 15% в Корею. Остальное в Китай, Тайвань, Индонезию, Таиланд. Несколько партий были доставлены даже на Ближний Восток. Всегда, когда начинаются отношения, присутствует момент чего-то неизведанного. Так вот, этот момент уже пройден. Сейчас мы стали действительно стабильными и надежными поставщиками газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и даже за его пределом. Как только погрузка 500-й партии СПГ будет завершена, Кей Жасмин возьмет курс на страну утренней свежести. Правила дорожные знать каждому положено. В Южно-Сахалинске впервые отметили Международный день светофора. В Доме творчества 80 воспитанников дневного лагеря отдыха вместе с популярной мультяшкой Сени вспоминали дорожную азбуку в стихах, песнях, играх. Я считаю, что должны все правила дорожного движения знать. И надо делать замечания тем, кто не знает правила дорожного движения. Ну, ясно, куда отправилась. А мама? Моя сестра, она все время на красном так шла, а мы за ней пришли. Вот сегодняшнее мероприятие, я считаю, достигло своей цели, что завтра ребенок обязательно обратит внимание на то, как правильно перейти улицу, как правильно перейти, как правильно вести себя при светофоре. Особенно сейчас в летний период очень много, сами замечаете, детей-велосипедистов. Травмы, полученные в результате таких ДТП, бывают крайне тяжелыми и опасными для жизни. Праздник дал старт большой социальной рекламной кампании под девизом «Безопасное место с ремнем и автокреслом». Это проект Сахалинского совета дорожной безопасности. Его участниками в прошлом году стали правительство области, ГИБДД и компания «Сахалин Энерджи». В этом году в планах информационная кампания по удерживаемым устройствам и детским креслам. В перспективе еще до конца года мы планируем информационную кампанию по светоотражающим устройствам. Также уже проводился конкурс в рамках совета в этом году на оснащение классов безопасности дорожного движения в Сахалинской области. После праздника школьники вышли на улицу, чтобы раздать прохожим листовки с правилами дорожного движения в стихах. Бегут по трубам нефть и газ, таблички на поверхности. Внимателен будь каждый раз, гуляя в этой местности. Но знай, что каждая труба имеет спецзащиту. Чуть что сработает она. На это и рассчитано. Но безопасность ведь, дружок, зависит также от тебя. Костер тут жечь нехорошо. Копать тем более нельзя. Шипение, запах и реку, трава желта, а лето... Бежать! Ты правильно смекнул. Знай, что утечка это. Поведай взрослым все скорее. В разгаде больше ясности. Пускай звонят они быстрее в службу безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Джеки Продолжение следует...